Сегодня в нашей студии врач-психотерапевт, автор и соавтор книг, в том числе книги «Самогипноз» и «Активное самовнушение». Сергей Гудков, мы отвечаем на ваши вопросы. Прервались на вопросе про то, возвращаться ли в бывшие отношения или не возвращаться. Да. Ну, давайте так принципиально, это вопрос не только для него важен, а для всех. Если отношения закончены вообще, ну, напрочь, окончательно, в них нельзя вернуться, можно построить новый «Е». Да, вот разница есть, отбросить всё и смотреть заново, ну, друг на друга, как будто вновь-вновь узнавать. У некоторых пар такая динамика есть, когда они заканчивают полностью, целиком, прощаются, потом вдруг открывают снова друг друга и живут, но по-другому. Это не то, что они вернулись в отношения, у них начались новые отношения, совершенно новые. Как пауза? Нет. Нет, это те отношения закончены, они умерли, их похоронили, точка. Вот срубили одно дерево, на его месте вырастили новое, просто оно на том же месте растёт, понимаете? А как это понимать? Ты расстался навсегда? Ответ у тебя внутри тебя тянет к этому человеку? Расстался навсегда — это когда всё закончилось, да, когда нет чувств. Есть опыт, есть факты, есть воспоминания, но чувств нету. Ну, может быть, благодарность, тепло при воспоминаниях и точка. Когда закончены отношения, можно начать новые. Но нужно ли? Другой вопрос, потому что они же не случайно были закончены. И чаще всего, когда отношения заканчиваются насовсем, они не возобновляются с этими же партнёрами. С кем-то другим, возможно, да. Вот. Судя по тому, что она написала, там есть какие-то чувства, она хочет вернуться. То есть, скорее всего, я так подозреваю, что это не по-настоящему законченные отношения, а некая попытка повлиять, что вот если ты что-то не будешь делать, и тогда наши отношения под угрозой, смотри внимательно. Ну, я предполагаю, у нас же очень мало информации. И она сделала шаг и теперь ждёт, как отреагирует на это мужчина. А мужчина может воспринять это действительно как точку, решить для себя. И если кто-то в паре решит, что всё закончено, другой как бы не старался, ну, я про это уже говорил, вряд ли может спасти ситуацию. То есть здесь важно обоюдное желание и с той и с другой стороны. Об этом важно узнавать, хочет ли он. Напрямую спросить. Напрямую спросить, да. Если она жалеет, то есть об этом смысл сказать, что я пожалела, я поняла, прости, вела себя как дура, я больше так не буду делать, я хочу того, чего ты хочешь. Если у них есть контакт, если он более-менее двуменяемый, может с ней разговаривать, шансы какие-то восстановить есть. Ну, судя по тому, что она вот закончила, теперь хочет вернуться, есть какие-то проблемы, которые ей мешают выстраивать нормальную коммуникацию, это как раз те показания для личной психотерапии, чтобы человек пришёл, разобрался. Что у меня такое в голове сидит, что мешает мне нормальные отношения выдерживать, настроить их, длить, почему я чуть что иду на крайние меры, вот так вот, почему мне нужна такая драма в жизни, как это поменять. И это проще всего делать в компании со специалистом. Спасибо большое. Я просто есть ещё один вопрос про отношения, он прям сюда очень подходит, преподаватель спрашивает, группа у меня, одни девочки, учебное заведение, такой женский факультет, и общаемся с ними про жизнь и про отношения. Я вижу, что они совсем не понимают, как строить отношения с мужчиной, с парнем, как выбирать мальчика, чтобы эти отношения были прочные, долгие, все этого хотят, и как эти отношения выстраивать, они даже понятия не имеют. И я подумала, ладно, тут девочки, тут вот пенсия на горизонте, и тоже ничего не умеешь, ничего не знаешь. Мы действительно мало знаем, как это делать правильно. Да, отношения такие процессы, которые не во всём регулируются сознательно. Но при этом, вот недавно у нас с коллегой в Фейсбуке тоже, не спор, а такая лёгкая полемика была, когда я писал, что отношения — это и разум, и чувство по-хорошему, когда есть сознательное понимание, чего как хочу, когда есть чувство. И вот на стыке этого хорошее отношение, на стыке этого рождается то, что мы называем любовью. Ну, она пишет, что отношения — это прежде всего химия, когда что-то волшебное щёлкать. Да, конечно, химия. Но если мы не пройдём начальную математику, не знаем, как складывать, как считать, мы до химии просто не доберёмся. А вот начальная школа заключается в том, что прежде всего понимать себя. Чего я хочу? Какую роль в жизни хочу отдать отношениям? Чтобы не замыкаться на этой «ты же жена, да, всё, значит, я должна быть только такой», там, рожать детей, сидеть на кухне, понимать, а пойдёт ли мне это, а не переем ли я вот этой роли так, что меня через 10 лет будет тошнить от всего, захочется от всех сбежать и путешествовать по меру, заниматься волонтёрством, только бы не сидеть дома. Потому что некоторые женщины сбегают от семейной роли, когда оказывается, что она чрезмерно для них нагруженная. Это раз, понимать себя, понимать, какую роль, сколько я готов или готова отдать именно этой части жизни. Дальше понимать, если я этого хочу, то кто мне подходит? Не по принципу, а я люблю военных, красивых, здоровенных. Да, через два дня, ой, кажется, поговорить не с кем, да? Вот, вроде что-то хорошо, а всё остальное невыразимо скучно. Всё равно человек тогда будет как-то избегать этих отношений, будут проблемы. Понимать по тому, хотя бы 5-6 ключевых критериев для отношений есть, что этот человек, прежде всего, будет разделять какие-то важные ценности со мной. Какие ключевые ценности в отношениях? Дети, совместное время, отношения по вопросам карьеры, конечно же, вопросы финансов, вопросы свободного времени, вопросы того, насколько мы будем ставить границы, что мы позволим своим родственникам, в том числе вновь появившимся, а что нет. Вопросы интимной жизни, естественно, ключевой вопрос – это вопросы власти. Как мы договоримся, кто будет главным, где, когда, на сколько, как мы сможем это передавать, как мы сможем это обсуждать. Вот если есть согласие по этим пунктам, можно идти дальше. И что я хочу получать в отношениях? Поддержку, дружбу, любовь, заботу. И каковы критерии, как я узнаю, увижу, услышу, почувствую, что я это получаю? То есть, чего хочу? Второй важный пункт – чего точно не хочу, на что не согласна. То есть, есть противопоказания для отношений, когда известно, что заранее эти отношения обречены на сложности. Вот будет их больше. Есть типы людей, с которыми отношения крайне сложны. Ну, я прямо говорю, не рекомендую. Вы не сможете этого человека спасти. Например, если у человека, в зависимости от химических веществ, если человек игроман, ну, что вы сможете сделать? Вы же не психотерапевт, вы не обязаны спасать. Некоторые же пытаются. То есть, понимать, на что не соглашусь. То есть, если у человека есть какие-то привычки или что-то, что вот прям сразу раздражает. То есть, помните первую фазу отношений, когда всё хорошо, когда восхищаясь избранником. Ну, вот что-то, как он, не знаю, мочится, как он отвечает на вопрос своей маме, когда мама внезапно спрашивает, что-то аж передёргивает. Через 10 лет вы убьёте этого человека во сне. Вы будете, не знаю, табуреткой бить, потому что он так надоест. То есть, если что-то сильно раздражает, тоже не надо. Ну, таких противопоказаний достаточно. Я про всё не успеваю сказать. То есть, чего хочу, чего точно не хочу. И дальше договариваться. Договариваться об этом, как мы можем идти вместе, что я могу то, что мне некритично пропускать, заниматься вместо этого чем-то своим, в том, что мне важно критично в отношениях получать, разговаривать, стремиться, если не получается что-то двигаться, менять своё поведение, чтобы так или иначе то, что хочу получать. Ну, вот очень-очень общими словами, наверное, так. И вначале сознательное понимание. Потому что если нет этого сознательного понимания, вот этих фильтров нет, критериев и антикритериев. Конечно, особенно когда возраст молодой, когда природа очень-очень сильна, человек увидел кого-то, кто внешне нравится. Это первый фильтр биологический. Это означает, что у нас может быть очень хорошее, здоровое потомство. Ближе подошли, почувствовали запах. Это второй фильтр. Потом поцеловались. Всё. Каскад запущен. Биохимия у нас включилась. Гормоны бушуют. Нейромедиаторы бушуют. Блаженство наступило. Некое биохимическое опьянение. Оно очень похоже на наркотическое, только оно естественного происхождения. И у природы какая задача? У природы задача простая. Чтобы род продолжился. Будет потом человек счастлив, не будет, это не важно. На самом деле, не важно. Ну и, по крайней мере, понимать, что если у вас сознательных критериев нет, вы ещё пока не чётко понимаете, вот у вас чувство, любовь, то хотя бы вначале хорошо предохраняться. Потому что обязательно будет в течение, ну скажем, первые 6-9-12 месяцев, обычно это фаза таких сильных чувств, потом будет охлаждение, у вас будет немножко больше трезвости, чтобы не успеть в это время дать потомство и как-то чуть-чуть спокойнее, прохладнее оценить, а вообще, что с нами происходит, туда ли мы идём, тот ли этот человек. Ну вот, наверное, так. Такая тема большая, интересная. Я лично очень жду, когда вы проведёте мастер-класс или тренинг по отношению мужчины и женщины. Наверное, стоит провести. Стоит провести. И, судя по вопросам, тоже многие ждут, ну уж за кого-то ручаться не возьмусь, но я-то точно хочу. И у нас остаётся две минуты, и опять виснет этот вопрос. Но я всё-таки его задам. Как простить мать, которую я бросила в раннем детстве, росла у родственников, всегда знала о том, как со мной поступили уже свои дети, но груз обиды давит. Всё задала вопрос, который лежит с первого нашего эфира. Первое. Она, по идее, не должна прощать. Она может быть благодарна маме за то, что мама родила, но прощать не обязательно. А если у неё есть этот конфликт, что должна простить, но не хочу, это на личную терапию. С этим можно достаточно быстро разобраться. Всю жизнь мучается. Неужели не стоит сходить там раз, два, три, чтобы этот вопрос решить для себя один раз, и навсегда. Вот поэтому она лежит с первого эфира. Ну и задали вопрос ещё, говорили про фестиваль вскользь прошлый эфир. И это для простых людей или для профессионалов? Для простых. Для простых людей. Научиться о зам, и поработать со своим телом. Поэтому про фестиваль вы можете узнать в Фейсбуке, подружиться с Сергеем Гудковым, и там полезную информацию захватить. У нас остались ещё вопросы про детей, про взаимоотношения маленьких детей и родителей. Родители спрашивают, что делать, когда дети дерутся между собой, как им помочь и помочь, или про то, когда мешает свекровь отношениям. То есть опять мы ничего не ответили, в смысле ответили, многое что-то осталось. И про депрессию ещё вопрос. Депрессия у меня, или я как-то страдаю ерундой и себя. Может быть, в следующий раз. Да, времени остаётся 30 секунд. Ну, наверное, только для того, чтобы вас поблагодарить и пригласить снова в нашу студию. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И всем тем, кто был с нами на одной волне и на одном канале, спасибо за внимание. Появляются вопросы, пишите нам. Да, и пишите, их осталось уже совсем немножко. Так.